Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Райзер Киндом. Так и мы с вами остановились на третьей миссии, которая называется Придгорье. Это начало нашего пути к восстановлению королевства. Нам нужно подняться на вершину ледяного пика и заручиться помощью союзников. Исследуйте местность, уничтожайте нейтральных монстров и захватывайте новые территории, чтобы отбиться от всех нападений нежити. Начать. Очень интересно. Так, ну что же. Вот она наша деревушка. Шаг за шагом мы восстанавливаем королевство. Но чтобы идти дальше нам нужны союзники. Если мы заручимся поддержкой дварфов ледяного пика, то у наших врагов не останется ни шанса. Мы разбили лагерь у подножия горного хребта. Прежде чем начать восхождение к вершине, мы должны укрепить наш тыл. Наш тыл, да? Говорят. Ну что же, давай посмотрим. Ух ты. Так, и что же здесь нам доступны? Два мечника и два паладина. И тут нам прикрывают путь, да? Какие-то гоблинки. А мне обязательно сейчас с ними драться? Может быть нет? Давай немножко подождем и будем заниматься нашей, так сказать, деревней. Нашим замком и так далее. Ну что, во-первых, нужно нам поднять уровень. Поднять уровень нашему замку, чтобы мы могли ставить новых юнитов. Во-вторых, нам нужно с вами побольше мельниц поставить здесь. Так, секунду. Куда же мне тебя влепить? Сюда что ли? Ну, как вариант можно, но я боюсь, что вот эти гоблины сразу разнесут здесь. Давай, наверное, вот сюда мы поставим. И хотелось бы, наверное, выставить немножко армии. Возьмем лучниц. Не хватает золота. Не хватает золотишка. Ладно, это не страшно. Друзья мои, золото мы с вами накопим со временем. Так, два лучника у меня готова. Давай-ка откроем мы с тобой здесь территорию. И через две минуты, кстати, у нас будет нападение на нас. Ой-ой-ой, сматываемся. Не очень хорошая была идея. Хотя, может быть, этого-то мы с тобой... Нет. Смотри, какой здоровый идет, а? Палач. Так, ну что, друзья, попробуем, наверное, вот здесь вот все-таки выбраться. Давай выберемся, наверное, мы. Так, лучники, помогайте, помогайте. Расстреливайте наших врагов. Давай-давай-давай-давай-давай. Отлично. И последний гоблин. Все. Нормуль. Так, идите-ка сюда. А, мы все... Нет, все целы. Я думал, кого-то у нас подбили. Нет, все хорошо у нас. Минута двадцать две времени в запасе. То есть скоро будет атака. Хм. Ну что же, тогда я предлагаю, знаете, что сделать? Вот сюда мы поставим вышку. А, чего-то не хватает у меня, да? Так, вы моментально получаете восемьсот единиц древесины. Вот дерево как раз-то мне и нужно. Мы с тобой вот сюда вот поставим. Вот сюда вот вышку. Ну и, конечно же, кольями все это дело оградим. Вот так вот это все у нас будет выглядеть. Естественно, лучниц мы ставим на вышки. Вот таким вот образом. Ух ты, они начинают расстреливать врага издалека, да? Ну, он отхиливается. Вот что самое удивительное. Так, пятьсот камня нужно. А у меня с камнями большущая проблема, друзья. Вообще большая проблема, потому что у меня нет ни одной каменоломния. А куда ее ставить? Здесь лесопилка, да? Здесь лесопилка. И здесь тоже, кстати, лесопилка. Давай, наверное, мы вот здесь поставим лесопилочку одну с тобой, да? Как вариантик. Кстати, нам нужно еще мельница, чтобы у нас было очень много еды на содержание армии. И не забываем также ставить факел. Фонтан. Елки-палки, нам еще фонтан нужен. Факел мы ставим вот сюда. Точнее, даже не факел, а костер. Он нужен нам, друзья, для того, чтобы освещать территорию. Кстати, сейчас пойдет враг. Самый первый. Сдержать нужно всего четыре нападения нежити. А где? А где? А где эти зомби? Я не вижу пока. Может быть, их не... Вон они. Они, друзья, я думал, что они не пойдут. Они пойдут. Уже идут. Надеюсь, мы сдержим здесь натиск этот. Так, факел. Давай, наверное, вот сюда. Что, я не могу факел поставить даже уже? А, во время боя, наверное, не имею права, да? Так, 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 так. Так, что-то мне совсем вот это не нравится. Их не тут похождения. Да, друзья, факел не могу поставить. Слушай, ну пока вроде бы неплохо справляемся. Подчинкой я... А, можно. Можно заниматься прямо во время боя подчинкой. Это хорошо. Враг повержен. Ага. Первое нападение мы с вами отразили. Так, ну что, мне нужно армию делать. Так, улучшить казармы. Не хватает, опять же, камня. Как я без камня? Слишком мало жителей, мне пишут. Потому что у меня слишком мало домов. Судя по всему. Давай, наверное, вот сюда домик влепим. А вот сюда вот. И... Все, что ли? Хм. Ага, могу. Вот сюда влепить. Ну, давай теперь будем продолжать создавать наших лучников. Так, с древесиной опять проблемы. Опять у нас проблемы с древесиной. Так, ну что? Давай-ка мы вот этих вот орлов с тобой выведем сюда. И я думаю, что вот этих надо будет бомбануть. Так, давай попробуем. Вдруг у нас что-нибудь получится с вами. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Не надо тут буянить. Что опять? Так, вы моментально получаете тысячу единиц золота. Или мельницы производят на одну единицу еды больше за каждые два поля. Да. Именно с едой у нас, ребята, проблем. Поэтому в первую очередь будем заботиться о еде. Так, а здесь, интересно, мы с вами сможем справиться? Как думаешь? В принципе, все шансы есть. Ну. Давай-давай-давай-давай-давай. Отлично. Подбили мы этого тролля или орка большого. Не знаю, какую назвать-то. Все. Я могу теперь ставить себе здесь спокойно каменоломню. Где она? Вот она, каменоломня. А, не хватает древесины. 450 нужно. Хорошо. Пускай пока копятся. А я пойду прогуляюсь. Маленечко проверю территорию. Ух ты. Тут разбойники у нас стоят. Будем знать. А кто у нас вот тут? Кто-нибудь есть наверху? О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо. Что там такое? Бумс. Зашибись. Такой метеорит приземлился, да, друзья мои? А Мак, смотри-ка, бежит за нами. Да ладно, успокойся уже. Ты смотри-ка, а, неугомонный какой. Он меня преследует. Так, друзья, нам нужно что? Нам нужно... Да ты посмотри. Ага, все-таки развернулся и испугался, да? Вот и вали. А нам нужно... Господи, я не могу поставить. Я не могу сюда поставить. Так, сколько? Две минуты, да? Нам... Да что ж такое? Я не могу поставить... А почему? Погоди, а почему я не могу сюда поставить? А, елки-палки, я совсем попутал. Там же это, древесина добывается, а не камни. Вот так вот мы с вами это сделаем. Так, ну, эта армия слабовата, согласись. Что мы с тобой можем сделать сейчас? Предпринять. Ну, во-первых, нам нужны вышки. Во-вторых, нам нужны пушки. Это тоже немаловажно. Так что, друзья мои, ставим сюда... Что там не хватает? Древесины. Господи, какая с ними проблема, с этими деревяшками? Предположим... Предположим, это будет у нас выглядеть таким вот образом. Так, я могу еще вышку поставить. Вот сюда поставлю и вот сюда еще одну. Сколько времени, ребята? Полторы минуты до начала наступления. Так, построите фонтан же еще нужно. Построить фонтан и улучшить пилы в замке. Улучшить пилы и также улучшить пшеницу в замке. Конечно, все хорошо. Это все заманчиво. Давай, лучники. По матрешкам, как говорится. Мне нужно еще. Кстати, нужно их... Стреляю дважды. Давай, конечно, прокачиваем вот эту вот. И ждем древесину. А этих ребят пока ставим по местам. Так, я не знаю, нужен ли нам здесь забор. Чистокол этот. По идее, как бы нужен. Минута, ребята, минута. Остается времени. Господи, откуда они попрут? Я не знаю. Пушка. Сколько он уже? 400. Что такое? Так, увеличивает здоровье мечников на 20%. Увеличивает урон лучницы. Лучницы, конечно, лучницы. Ребята, о чем тут можно говорить? Раз, два. Что? Ай, не хватает. Слишком мало жителей. Что же нам нужно? Домики. Домики ставить. Или подожди, мы можем с вами улучшить? Да, мы можем дома с вами улучшить. Вот таким вот образом. Пускай они пока улучшаются. С едой вроде бы у нас пока все хорошо. Плюс один. Ага, вот теперь мы пошли с вами в минус, по идее. То есть, это говорит о том, что мы должны с вами поля делать. Ну, нету времени на это все, понимаешь? Потому что сейчас будет атака. Сейчас будет атака, и мы должны к ней подготовиться. Не знаю, как это будет сейчас все выглядеть. У нас даже чистокула здесь нету. Нужно обязательно факел поставить. Точнее, костер. Чтобы нам он освещал. Все, ребята, готовимся. Наступила ночь, и, как говорится, гаденыши не спят и начинают атаку на нас. А мы пока с вами поставим вот здесь колодец. Пускай стоит. Ох, е-мое, ты посмотри, сколько их там. Так, паладины вперед. Еще и с этой стороны. Еще и с этой стороны иду, смотри. Слушай, а мы здесь справляемся. Давай-ка теперь вот этих попробуем наказать. Давай-давай-давай-давай, бомбим-бомбим, родные мои. Фух, слушай, смотри-ка. Неплохо, очень неплохо. Да по-моему, задачи мы с вами получили. Так, силы пехоты. Паладины и мечники. Это, конечно, все хорошо, что паладины и мечники, но я думаю, что здесь мне нужны будут пушки в ближайшее время. Слушай, они дорого стоят. Ну, они, наверное, того стоят. Так, во-первых, нужно нам еще починить все, что у нас здесь сломано. И, в конце концов, ставить поля. Конечно же, поля. Мельница, потому что, ну, сами понимаете, без еды тут абсолютно делать нечего. Вот так вот. Можно было бы, конечно, вот это все убрать, но я не хочу рисковать. Вдруг они пробьются и прорвутся. Так что, пускай это все будет здесь. Так, у нас есть какие-нибудь улучшения? Вот, пшеница. Выращивают борщ и пшеница. Это нам нужно изучить обязательно. Так, здесь у нас что? Улучшить казармы. Нужно 200 дерева. Дерево, в принципе, мы сейчас быстренько с вами получим. За счет того, что мы сможем... Погоди-ка, погоди-ка. А, я ведь... Нет, не могу улучшить лесопилку свою. А как же мы с вами делали? А, вот, вот. И прокачаем улучшенную кирку. Камень будет добываться на 15% больше. Давай, 400, да? Нужно древесины. Плюс у нас трофеев. Больше получается, да? Плотность... А, полностью раскрываем всю карту. Кстати, вот это тоже нужно обязательно, ребята, открыть. И вне боя войска восстанавливают себе здоровье. Тоже нужно. Здесь, короче, нужно все абсолютно. Ну и, конечно же, прокачать нам нужно кирку. Так, а это что такое? Демонтаж. При разрушении здания вы возвращаете. Ну, я понял. Так, ну что же. Пшеница растет. Все у нас вот хорошо. Постройте еще один фонтан. То есть, я могу их несколько, да, поставить. А он что дает нам? Повышает скорость накопления очков исследований. Все, я понял. То есть, максимум я могу поставить себе 3 фонтана. Да? Или нет? Что такое? Что опять? Так, очки исследований накапливаются на 15% быстрее. Дома приносят на 10% больше золота. Давай вот так вот. Золото нам нужно. Кирку. И демонтаж. Также нам нужно здесь, ребят, повысить уровень наших казарм. И ждем. Ждем чего? Сколько у нас времени до нападения? 3 минутки. Сюда я поставлю костер. Сюда я поставлю факела. Пускай стоят. Фух. Так, мы идем с вами по еде в огромном плюсе. Поэтому есть смысл, наверное... А эти дома я больше не могу улучшать? Нет. Фонтаны тоже не могу улучшать. Вот этот домик улучшим. И все, походу, да? Что у нас там по исследованиям? Так. Воскрешение. Сколько стоит? Ё-моё. Нехило. Так. Рикошет. Давай выучим рикошет. Слушай, а замок я не могу больше, да? Улучшать. Так. Вон тот домик надо улучшить. И вот этот. Как обычно не хватает древесины. Вот. Слушай, что-то у меня армии-то нету ни шиша. И чистокол надо влепить. Вот он, чистокол. Давай с тобой вот здесь вот все полностью... Как говорится, с чистоколом заделаем, да? Чтобы враг терял здоровье, когда шел на нашу крепость. Так. Здесь не обязательно. Вот здесь вот надо. Давай, 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 родные мои. Колья, ставьтесь. Что там? Что-то мешает строительству. А, мешает строительству. Вот эти вот убийцы, да? Но чтобы на них сунуться, нам нужно с вами армию. Так. Охотник за головами. Увеличивает урон ассасина на 35%. Для этого нужно 30... А, 300 древесины. Древесина копится по плюс 58 у нас, да? Хорошо, пускай. Так, остается у нас минута, друзья мои, до атаки следующей. До следующей атаки. Так, лучники у меня здесь стоят. Какая-никакая охрана у нас тут есть. И нам нужно с вами еще... Наверное, все-таки... Блин, ассасин, как ты дорого стоишь, а? Как ты дорого стоишь? 250 дерева. Один ассасин. Паладин. Ну, паладин не так, конечно, по дереву. Но зато по камням очень дорого обходится нам. Ладно. Ассасин пускай идет сюда к нам. Поближе, да? И ждем, друзья мои. 35 секунд. Ух. Готовимся к войне. Так, пушка у меня здесь стоит. Одна. Но, правда, одной мало. А на следующую я вряд ли пока накоплю. Так, инженерное дело. Здание строится и улучшается на 70% быстрее. Их здоровье увеличивается на 30%. На чистокол это не распространяется, да? Войска производится на 60% быстрее и требует на 10% меньше ресурсов при обучении. Это неплохо. Ремонт чистокола стоит на 45% дешевле. Ремонт остальных зданий бесплатен. Конечно, вот это сделаем. Ну что? Сколько там, ребята? 20 секунд. 20 секунд, а я пока чистокол здесь еще вот так вот улучшу. Давай сюда. Сюда. Ну, не хватает совсем маленько. Ну, дайте мне что-то мешает строительству, говорят. Что-то может мешать. Ничего вроде нет. Все, ждем, друзья мои. Все факела и костры у нас загорелись. Где? Ёлки-палки. А что это? Это какие-то уже, смотрите, другие совсем у нас зомби. Они отличаются от тех, что были раньше. Нифига они дом снесли мне в 3 секунды, ты представляешь? Ёлки-палки. Пушка-то будет моей бомбить? Вон она стреляет. Отлично. Они просто ломают. Просто ломают мои вышки на раз-два, ты прикинь? Враг повержен. Я этому очень рад. Слушай, далековато я, конечно, эту пушку поставил, если честно. Надо куда-то вот сюда было ее влепить. От нее здесь больше эффекта будет. Короче, уничтожили мне две вышки дозорные. И лесопилку. Лесопилку они мне уничтожили. Надо ее срочно восстановить. Если мы хотим с вами, чтобы у нас были ресурсы. Да и вот эти вот упыри меня, если честно говоря, напрягают. Так, надо сделать починку. Давай вот с ними разберемся. Да-да-да, именно вот с этими. Стоят тут, мешают. Так говорится, да? Раз, два. И последний тут лучник. Все. Разобрались мы с ними. Так, здесь у нас... Кстати, вот отсюда же идут, да, зомби? Вау, смотри-ка, сколько там ресурсов. Ребят, надо туда сходить обязательно. А здесь я могу поставить что? Ну, смотри, во-первых, могу поставить... Так, а это... Это у нас казарма, мне она не нужна. Смотрите, у нас еще будет все-таки какое-то одно здание, но оно пока недоступно в этой миссии. И вот еще какое-то здание. Хм, интересно. Так, давай поставим каменоломню. И вот так вот. Слушай, дерево мы будем с вами тут от души добывать, если честно. Так, надо... Надо строить дома, мне пишут. Ну, ладно, давай я один домик сюда поставлю. И один домик сюда. Это, конечно, не в тему как-то, да? Домики будут стоять посреди боевых... А, вот здесь можно ставить. Господи. Здесь же, по-моему, никто не выходит. Так что... Спокойненько могу себе поставить. Кстати, здесь монетка вон валяется. Мной не подобранная, да? Слушай, я домов-то не слишком много взял. У меня вон убыток идет уже по пище. По пище идет убыток. Слушай, наверное, зря я тут вот поналепил. Давай-ка я уничтожу. Мне нельзя этого позволять. Такой роскоши себе. Так, это последний, да? Все, вот пускай в убыток. Вот эти дома, если что, я лучше вот так вот проапаю. И будет от них толку. Больше, чем куча обычных маленьких, коротеньких, никчемных домиков. Так, ну что, лесопилочку еще я могу себе позволить поставить вот здесь одну. Что там такое? Так, древесина и камень добываются на 15% эффективнее. Каждый выстрел лучницы сокращает перезарядку между атаками на 10% вплоть до 100%. Эффект пропадает, если лучница не атакует в течение 3 секунд. И боевая ярость. Увеличивается урон мечников на 100% и полностью убирает перезарядку между атаками. Если здоровье мечника падает ниже 20%, он активирует смертельный вихрь. Смертельный вихрь наносит урон всем врагам вокруг в течение 2 секунд и дает неуязвимость на это время. Эта способность перезаряжается в 18 секунд. Ничего себе, у них, оказывается, здесь будут еще способности. Ну, мне, естественно, нужно, чтобы у меня быстрее добывался камень и древесина. Это мой основной, друзья, ресурс. Так, могу поставить пушку. Не то, что могу, а нужно ставить пушку. И, кстати, у меня здесь не прокачаны, по-моему, еще ребятульки-то. Точно. Так, щиты. 500 древесины нужно. Слушай, а следующая атака-то, наверное, будет еще жестче. Мне кажется, да? Так, лучница, ты что стоишь? Давай быстро на вышку. Дуй. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять вышек. Блин, маловато. Давай вызвать лучниц. Эти лучницы у нас будут без вышек, они будут просто здесь стоять. Ну, просто прикрывать, одним словом. Так, возвращаем наших ребят сюда обратно на базу. И лучниц тоже мы подтягиваем сюда. Кстати, смотри, вот эти вот здания, скорее всего, нам сейчас тут разнесут. Скорее всего, нам их разнесут, потому что зомби пойдут и, естественно, начнут их в первую очередь бомбить. Слушай, а если я вышек вот сюда вот побольше влеплю, это мне хоть как-то ведь поможет же? Должно, по идее, друзья, помочь. Так, во-первых, с вышки они видят намного дальше. Ну, и урон у них тоже не кислый, согласись. Так, ну что, вот они. Ждем, друзья мои, смотрим, где они попрут. Ё-моё, вижу, вижу их. Могу еще одну пушку поставить, кстати. Давай-ка ее вот сюда. Смотри, 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 бегут. Пушка моя стреляет и промахивается. Хорошо, здесь нормули отбились. Ну, я об этом вам и говорил, что они снесут мне каменоломню, мою лесопилку. Вроде бы пушка хорошо стреляет, но, ребята, она пока снаряд... Не понял, я думал, что мы тут разобрались, нет? Нет, не разобрались. Так, с этими-то что у нас тут? Ага, ага. Всех отправляем к братцам. Еще одна волна идет. Ё-про-сете. Так, давай, чини, чини чистаков быстрее. Эти стоят, ёлки-палки. Слушай, ну вот этот вот ассасин очень прекрасен, потому что он издалека видит врага и начинает уже заранее его бомбить. Это мне нравится. Так. Тут еще есть зомби, которые плюются. Ну, типа, применяют свою магию. Да сколько тут волн-то? Может, хорош уже? Без конца-то. Все, ребят, мы отбились с вами. Или нет? Каждый дом... Каждый второй дом вмещает на одного жителя больше обеспечивая его едой. Да. Я даже не буду читать, что там со мной. Мне нужно больше жителей, согласись. Слушай, это третья волна, да? Да когда же вы закончитесь-то, а? Так, дай-ка я, наверное, еще сюда пушку. Куда ее поставить-то? Вот сюда. Раз. Ага, не хватает. Понятно. Не хватает нам камней. Что тут? Тут все отлично. Бамс, бумс. Только и летят эти зомбики кверх ножками. Слушай, ну прикольно. Бумс. Так, этого-то отлично. Все, враг повержен. Ребята, победа. Это была победа. Так, и что же дальше? А дальше у нас разведка боем. Я получил достижение. Так, ребята, у нас будет следующая миссия восхождение. Да? Ну, займемся мы уже ей в следующей серии. Так что, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.